МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тульская область. Здесь происходит что-то необъяснимое, загадочное, пугающее. Что-то, чему на первый взгляд нет логического объяснения. В старом доме в центре Тулы по неизвестным причинам умирают все животные. Они лежали практически по всей площади этого чердака. А в другом месте трупами кур кто-то кормит бездушные балуны. Ради чего и кем здесь совершаются эти жертвоприношения? Что означают эти знаки? И о чем говорят эти камни? Я сейчас делаю исключение, что в камне находится дух. Это не просто слова, это слова то, что подтверждается. Этот человек утверждает, что понимает язык камней, что у них есть особая сила, способная исцелять и убивать. И мы проверим это на одном из участников нашей съемочной группы. Интургер, что ли? Но лечат здесь не только камни, но и мертвые колдуны. Учитель села Протасов совсем заменок, поэтому отправился к колдуну. Колдун говорит, ты не возражаешь, если тебе мертвый поможет. Совпадение или случайность, что на этой земле проживает такое большое количество наследников древних колдовских знаний цыган? Бросай на огонь. Смотрите, огонь не гасится. И цыгане тоже приходят совершать свои ритуалы у камней. Съемочная группа «Таинственной России» попытается разобраться в запутанных тайнах Тульской области. Мы спустимся в загадочные лабиринты. Мы отправимся на проклятый переезд. Мы исследуем вымершие поселения. Но для начала мы проникнем на территорию древнего кладбища, где граниты мрамор, глина и известняк над гробой хранят свои особые сегменты. Тульская область, сама Тула, город Олексин и множество деревьев. Наша съемочная группа узнала, что эти места полны тайн и загадок. Кто-то устраивает здесь жертвоприношения и совершает загадочный ритуал. Есть ли связь между всеми событиями и трагедией? Чтобы это выяснить, мы решили посетить все самые страшные места Тульской земли. Это Спасское гладбище в центре Тула. Первые постояльцы прибыли сюда, чтобы навеки упокоиться в 1772 году. Последние в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня этих мертвецов обещают немногочисленные родственники, смотрители и сотрудники музея Тульский микрополь. Но кладбище это особое. Оно было проклято в самом начале 20-го века. Как раз была акция комсомольц-лесбожников, которые проходили и просто сбивали кресты. Тысячи крестов было сбито. И здесь, на кладбище, не осталось ни одного родного креста на завершение часовника. Времена безбожников прошли, но сегодня на этом старом кладбище, под покровом ночи, продолжают совершаться страшные ритуалы. Сейчас мы находимся на участке купцов Лугининых. Самое интересное, что это самое древнее захоронение на территории этого кладбища. Здесь два надгробия даже за год до выделения земли под кладбище. Они старообрядческие. И совершенно относительно недавно на этом участке был замечен вот такой вот обряд. Кто-то здесь колдовал. Вот эти вот вуду, куколки, какие-то записочки, свечки, иголки. Местные жители рассказали нам, удивляться нечем. История о колдунах в этих краях – нередкость. Ну, вот один из случаев с моей мамой. Был праздник однажды. И вот раньше собирались на поляне гулять. А одну бабушку подозревали в колдовстве. Она была в это время в красной кофте. И вот тогда уже отплясали, отпели, по домам разошлись. И с мамой такой был случай, что ее начало колотить, трепать. Все изумились, в чем дело. Валентина объяснила. Подобное с ее матерью случилось впервые. Здоровая молодая женщина свалилась на землю, словно в приступе какой-то страшной болезни. Однако это были не конвурсии. Она защищалась от чего-то невидимого. Кричала, снимите с меня красную кошку. Та бабушка, которой считали, что она колдунья, она была в красной кофте. А когда с мамой вот этот приступ произошел, она кричала, снимите с меня красную кошку. И все сразу подумали, что вот эта вот бабушка, может, заколдовала. Вот ей плохо что-то сделано. Я вот так понимаю. То есть именно кошку? Кошку. Вот именно она кричала, снимите с меня кошку. Она душит меня. И пока святой водой ее не побрызгали, молитву не почитали, и она несколько минут продолжилась. С ней до этого никогда ничего не случалось. Ну а какие-то там раны, что-то осталось? Ну вот царапины остались какие-то. А царапины где были? На груди, на шее. Этот рассказ звучит совершенно невероятным, но у Валентины нет повода сомневаться в том, что произошло с ее матерью. Более того, животное из рассказа явно не случайно кошка. Красная кошка. Зверь, который считается помощником темных сил. И с кошками в Туле связана еще одна зловещая история. Мы узнали обо всем от реставратора Евгения. Он привел нас вот в этот дом. Белые изразцы, которыми были выложены боковые стены, боковые поверхности печи, имеют клеймо. Клеймо, скажем так, достаточно известных изразцовых фабрик Могилевской губернии в то время. Проводя демонтаж этой печи, для того, чтобы оценить ее конструктивные особенности, мы поднялись на чердак, осмотреть домоход. Реставратор не первый год работает в старых домах. Но картина, которая предстала его глазам наверху, напоминала кошмарный сон. Мы, поднявшись на чердак, обнаружили около 20 мумифицированных скелетов кожи. И они лежали, скажем так, практически по всей площади этого чердака. Оказалось, что в этом старом доме еще живут люди. Мы решили поговорить с ним. Выяснилось, что некоторые из жильцов в разное время пытались держать у себя кошек. Однако кошки умирали прямо в квартирах. Водили мы котят. Начало завели первого перса. Сколько он прожил? Четыре месяца. Полтора, четыре месяца он погиб. Неизвестно от чего. То есть домой пришел и умер. Потом мы купили двух британцев котят. Ну, быстро, полтора месяца. Нет, полтора недели. И они тоже прям в один день умерли. Утечек, каких бы то ни было отравляющих веществ, здесь не обнаружилось. Опасаться чьей-либо мести или намеренного отравления у Валентины Алексеевны повода нет. Так почему же в этом доме умирают домашние животные? Мы пытались завести котят троих. Но попытка не удалась. Больше не хотим заводить себя травмировать, ребенка травмировать. То есть котят все умирают. В поисках разгадки этой тайны мы познакомились с местным исследователем Сергеем Зверевым. Он уверил нас, что поможет найти ответы на многие вопросы. Но надо сказать, что поначалу этого человека мы приняли едва ли не за сумасшедшим. Первое, что он нам заявил, что нашел на Тульской земле особые камни. Камни, обладающие душой. В каждом камне находится дух. Камень – это живое существо. И они древние раньше говорили. А сегодня мы это увидим, подтверждаем. Что случилось с режиссером нашей съемочной группы после воздействия одного из этих странных камней? То есть у меня 134 упала на 127 вот так. Есть ли связь между загадочными камнями исследователя Зверева, таинственными ритуалами на Тульском кладбище и домом, где гибнут кошки? У него дождь была с именем странного Руфина. И про нее говорили, что в ее корнях есть какие-то цыганские составляющие. Оказывается, у цыган в Тульской области тоже есть свой особый камень. Да, да, я связана с этим камнем. Но цыгане не единственные, кто владел секретами ведовства и целительства в Тульской области. Съемочная группа отправляется в дом мертвого колдуна, который лечит даже после своей смерти. Но кто или что дает силы и знания местным ведьмам и ведунам? Об этом мы расскажем вам через несколько минут. Съемочная группа таинственной России в центре Туль на древнем Тульском микрополе. В прошлом году во время плановых работ по благоустройству экспрессионных площадок вот на этом участке Лугинных были обнаружены вот такие вот предметы. Здесь вот куколки, которые пробиты были иголками, какие-то фотографии молодых людей, обгоревшиеся вечки и рваные записочки с именами. Наша съемочная группа также решила осмотреть кладбище. Возможно, свежим взглядом нам удастся заметить что-то, что упустили местные смотрители. Наше внимание привлек старый склеп. Уже на подходе было видно, что проникнуть внутрь не составляет труда. А значит, черные колдуны могли использовать его для своих страшных ритуалов. О, гляди. Что там? У меня что-то есть. Я видно там вообще? Это игрушка, что ли, не пойму. Света сна. Это игрушка с иголком. Судя по грубой работе, красной нити и иголкам, пронизывающим тело этой условной куклы, можно сделать вывод, что и здесь проводились колдовские обряды. Скорее всего, с этой игрушкой олицетворялся вполне реальный живой человек. Его недоброжелатели надеются, что таким образом, с помощью черной магии, им удастся заставить своего врага страдать. Смотри. Там бутылки всякое шло подняли, лежит, и вот это валялось. Только она лежала в каком-то ящике. Мне не хочется ее брать, если честно. Давай ты его вот так вот снимешь, а я в руки брать не буду. Наблюдая за нашими поисками, Роман Клянин вспомнил еще одну интересную подробность. Загадочное явление, которое он видел только на этом кладбище. Вот с этого дерева обломились суки, и как вот сосульки, воткнулись в землю. Я говорю, это были морозы, они вошли где-то на метр, и ни одного саркофага не попретили. Один сук торчал здесь, другой здесь. То есть вот все вот это было утыкано, но камни остались целы. И когда весной мы пришли, то в мае мы не смогли выдернуть один сук, и где-то он на метр вошел в землю, в мороженую землю. Такой силы они прошли. То есть если бы попали в камни, камни были разбиты больше. Интересное наблюдение. Словно некая сила защитила древние камни от разрушения. Связано ли это с теми, кто покоится под этими старыми монументами? Или все дело в самих каменных плитах? Ведь камень создается человеком. Человеком создается в определенное время. Вот здесь, на этом кладбище, более 10 тысяч белокаменных надгробий. Тульская область стоит на таком пласте Мечковского известняка. Это мрамороведный известняк. Когда опускаешься в катакомбы, он режется над шом, как гипс. Вынимаешь на поверхность, и он превращается в корку, в мрамор. И поэтому он вначале податливый для резьбы, и здесь создаются бенеколепные узоры. И потом твердеет. Мы узнали, каменоломник, где добывался известняк для надгробий этого кладбища, до сих пор доступен для человека. Более того, они окутаны тайнами не меньше, чем само кладбище. Говорят, там тоже проводятся черные ритуалы. Чтобы выяснить это наверняка, мы отправляемся в заброшенные подземелья. Вперед? Вперед, да. Вперед, еще на речи. Горит. Вперед, а почему? А как его включить? Горит. Заброшенный каменоломни нас согласился проводить Дмитрий. Ему уже доводилось бывать здесь однажды. И именно поэтому мужчина предложил съемочной группе свою помощь. Он уже знает, без специальной, физической, да и моральной подготовки под землей может быть нелегко. Я поднял потолок низкий, дальше мы находимся почти в полноту. В конце концов, нам все же удалось вполне благополучно преодолеть опасный спуск вниз, и мы оказались в самом начале загадочных лабиринтов заброшенных каменоломников. Возраст данных пещер, которые называются Гуревские каменоломни, насчитывает порядка семи веков. А в средние века здесь производились добычи известняка открытым методом. Ну, видно по стенам, да? Далбыли в рекамень. Где-то в 15-16 веках здесь проходили прямо обширные работы. Но через какое-то время пещеры было принято решение закрыть, а точнее засыпать некоторые ходы, потому что здесь начали происходить исчезновения людей, собственно, рабочих, шахтеров. Пойдем дальше продолжим. На первый взгляд, здесь действительно несложно пропасть, сгинуть или заблудиться. Бесконечные штреки то разветвляются и уходят в кромешную тьму в неизвестном направлении, то сужаются, заставляя нас буквально на животах проползать под толщей известняка. Стены заброшенных штреков покрыты странными знаками и изображениями. Пока они остаются для нас загадкой. Однако вскоре Дмитрий объяснил нам, что это. Ближе к XII-XIX векам здесь проходили такие, как сказать, и жертвы приношения. Короче, здесь собирались оккультные личности, поклонявшиеся к какому-то странному своему будущее. По слухам, именно из-за странных ритуалов, что проводились в пещерах, каменоломнии были закрыты много лет назад. Однако сегодня, когда тайные ходы вновь открыты, здесь стали появляться совсем свежие лесу. Мы находимся в глубине пещеры, где можем наблюдать уже современную символику, ставленную посетителями данного места. Если проем дальше, можем затем наблюдать старые, оставшиеся с давних времен надписи, либо какие-то другие символы на камнях. Существует литература, в которой пытаются расшифровать, с чем они связаны. Есть знаки, там, иницировочные, связанные с небом, с космосом, там, олицетворяющие какие-то звезды, да, какие-то, может быть, что-то связанные с рунами. Однако на данный момент однозначные трактовки тех символов, что нанесены на стены древних каменоломен, исследователям неизвестно. Скорее всего, этими сакральными знаниями обладают лишь те, кто наносит тайные знаки на известнях. Как раз такие же знаки были найдены в пещерах, которые называются красными собаками, там глубже. Это места, с которыми связаны место приношения в жертву домашних животных, место, в которых собирались обряды язычников. Мы видим не только один знак, вот еще на стене я вижу такой же знак, то есть мы уже, видимо, близко к тому месту. В залы, где совершались жертвоприношения, нам пробраться не удалось. Очередной лаз оказался слишком узким. Наше оборудование просто невозможно было туда протащить. Самый таинственный и самый опасный кридор, это большая каверна, соединяющаяся со следующей большой каверной, соединяющейся через узкие лазы, вплоть до вот таких вот как бы норообразных переходов длиной там по полтора-два метра. То есть надо ползти по пластунски, это по любому ни с оборудованием. Но нам рассказали, именно в пещерах красных собак были найдены многочисленные трупы животных, собак и кошек. Совсем как в старом доме в центре Тула. Так как дальнейшее погружение в каменоломни стало невозможным, мы решили еще раз вернуться к проклятому дому, где были найдены тушки животных. Быть может, мы что-то упустили в первый раз. Когда мы вошли в дом, оказалось, что там как будто веет дух начала 20 века. Буквально все кладовочки, чуланчики, которые там были, все заходки дома были запиханы вещами вот той эпохи. На этот раз возле дома нас ждала Ирина Лебедева. Она знает все об истории этого строения и о его хозяевах. Это дом тульского гончара Алексея Малыгина. Находится он на улице Штыковой. То есть это традиционный ремесленный квартал города Тула. А сама вот эта местность называется Малые гончары. Алексей Малыгин занимался производством печных изразцов. Может ли быть такое, чтобы он был как-то связан с тайным обществом, совершавшим свои черные ритуалы в старых каменоломиях? Сегодня это почти невозможно проделать. Однако мы узнали, скорее всего, дело не в самом Алексея Малыгине, а в его внучке. Потому что, возможно, в ней текла кровь древнего народа, владеющего тайными знаниями. Вы знаете, я в это во все не особо верю. Хотя, возможно, это было. У него дочь была с именем странным Руфина. И про нее говорили, что не дочь, а внучка Руфина, что в ее корнях есть какие-то цыганские составляющие, смесь кровей. Цыгане древний кочевой народ, женщинам, которого приписывают умение видеть прошлое и будущее, насылать сильнейшее проклятие. Само слово цыгане искаженная версия византийского прозвища Атсинганос в значении гадатели маги. Если внучка владельца дома была цыганских кровей, она могла владеть тайными знаниями этого народа, участвовать в мистических обрядах в старых каменоломнях и наслать заклятие, убивающее животных в этом доме. Ведь именно кошки очень тонко чувствуют энергетику местных. Если здесь также совершались темные ритуалы, проклятая энергетика может до сих пор воздействовать на восприимчивых животных. Мы узнали на территории Тульской области и сегодня проживает немало представителей цыганского народа. Я лечу детей, я лечу всех взрослых цыган и русских. Кто ко мне приходит, я без отказа. Хоть как бы мне плохо не было, я их лечу. Камара нам объяснила, цыгане впрямь обладают тайными знаниями, дающими им некую власть над обычными людьми. Но каждый цыган сам для себя решает, как ему использовать свою силу. Я занимаюсь черной, белой магией. Но я вред никому не делаю, я делаю только хорошее. Я лечу детей. Вот если кому очень плохо, я просто от их матери их покупаю, даю им 2 рубля, или рубль там, или 5 рублей. Я их покупаю, они становятся моими детьми, и через 2 дня вся болезнь исчезает. Представляете? Тайное знание приходит к цыганкам от их предков. Часто это происходит во сне, а потому никто посторонний никогда не услышит и не узнает древние тайны этого рода. Это у меня дар. Есть дар от матери, от бабушки. У меня 90 лет бабушка была, умерла. Предки снятся мне. Постоянно снятся. Особенно бабушка постоянно. Вот когда что-то мне плохо, она мне помогает, дает мне во сне конфеты кушать и успокаивает меня. Ты иди своей дорогой, говорит мне. Иди и не отказывайся от людей. Помоги людям. Ты должна помочь людям, а Бог будет помогать твоим детям. Вот я это так и делаю. Тамара уверена, всем женщинам-цыганкам этот дар передается по наследству. Так что можно не сомневаться. Если во внучке хозяина проклятого дома и впрямь была цыганская кровь, она тоже обладала тайными колдовскими знаниями. Так и сама Тамара передаст свои секреты следующей цыганке в роду. Конечно, конечно передам. А мне дочки, и снохи. Мне одна дочь, я сказала, я могу передать им. Но могут ли цыгане иметь отношение к жутким ритуалам в заброшенных каменолом? Используют ли они в своих ритуалах тайные знаки, подобные тем, что мы видели в подземельях? Тамара уверила нас, что она пользуется только защитной магией. А для нее нужны не столько знаки, сколько правильные слова. В доказательство цыганка подарила нашей съемочной группе подобные оберегиям. Эта бумажечка вас будет берегать от всего неприятностей. Даже если будете стрелять, вас кто-нибудь будет стрелять, у вас не попадет. Потому что я уже на это была, как говорится, она меня стреляли, но пуля меня не вошла. Пожалуйста, все сохраните эту бумажку. Я вам даю не то, что от чего-то возьмите блюд. У меня все такие бумажки носят. однако почему нам подарили оберег именно от пуль? Ведь пока членам нашей съемочной группы еще не приходилось опасаться вооруженного нападения. Но мы узнали, здесь, в Тульской области, совсем не обязательно быть чьим-то врагом, чтобы бездушный свинец лишил тебя жизни. Это один из железнодорожных переездов недалеко от Тула. В народе он считается гиблым местом. Ибо несмотря на отличную видимость, здесь многие люди навсегда попрощались со своей жизнью. Здесь вот, на этом месте машина врезалась в поезд. Пострадали три человека. Бывают и вовсе странные происшествия. То есть даже люди не наши в Тесногорске с таких населенных пунктов приезжают и давай кончать здесь самоубийство. Но история, которая случилась здесь в июне 1999 года и вовсе потрясает воображение. Слышал, что ехал человек, была крестьяна, либо пуля лихие 90-е, как это говорят. Михаил объяснил нам, сам он не видел, но в том году об этой истории писали все местные газеты. На этом перегоне погиб возвращавшийся домой житель Санкт-Петербурга. Случайная пуля влетела в грязное окно, разбила стекло и попала человеку прямо в сердце. Правоохранительные органы версию о заказном убийстве отмели сразу же. Собочины дороги, блики и грязь на стекле не дают никакой возможности разглядеть пассажиров. Я думаю, что невинный человек страдал. Но почему на этом перегоне все время происходят жуткие трагедии? С чем это связано? Местные жители в ответ на наши расспросы лишь разводят руками. И все же мы нашли одну зацепку. Недалеко от переезда есть загадочное место. Старое капище. Капище, расположенное на огромном камне. Смотрите сразу после рекламы. Все тайны Тулы приводят нас к загадочным магическим камням. Это камень называется цыганский камень. Идет от наших предков. Но огромной силой обладают не только древние валуны, но и небольшие камни. Более простуды не убирают. Из нашего тканя снимают давление. Съемочная группа нашей программы решилась на эксперимент. Как отразится влияние загадочного камня на здоровье нашего режиссера? Я чувствовал его окружение. Чтобы отыскать связь между всеми таинственными объектами, мы пригласили ученых со специальными приборами. Сейчас мы идем с вами по географическому профилю, который расположается приблизительно в крест предположаемых подземных пустот. Все мистические тайны Тульской области ждут вас через несколько минут. Тульская область. Наша съемочная группа заинтересовалась множеством таинственных историй, которые разворачиваются в этом регионе. На первый взгляд кажется, что в происходящем нет никакой системы. Колдовские ритуалы на кладбище, мертвые животные в старом доме, проклятый железнодорожный переезд, загадочные камни со странными изображениями. Однако мы заметили, в конечном итоге, все истории вновь и вновь приводят нас именно к камням. И похоже, что это не случайно. В ходе нашего исследования мы приехали к старой цыганке Тамаре. Мы хотели всего лишь поговорить. Однако опытная женщина сразу почувствовала неладу. и провела над нашим корреспондентом один из своих ритуалов. Так, Машенька, я тебе правду скажу. На тебе есть глаз. Тебя кто-то сглазил, моя хорошая. Посмотрите, глаза, видите, вот лицо. Но кто глазит или кто прокляет, лицо их не показывается. Очень страшно. Так что вы не бойтесь, это все вышло от вас. Понимаете? Это воск. Если кому-то что-то зенана, нужно или шесть раз, или девять раз на воду выливать. Нам объяснили, вмешательство съемочной группы в тайны тульской земли уже привлекло внимание темных сил. За действиями съемочной группы следят. Вот это воск все показывает. Вот посмотрите, пожалуйста. чтобы избавиться от негатива, цыганка предложила провести нам особый ритуал. И к нашему удивлению предложила поехать с ней к древнему священному для цыган месту, к цыганскому камню. И снова камень. Что это? Случайность или закономерность? Прежде чем делать выводы, мы решили увидеть все своими глазами. Этот камень называется цыганский камень. Идет от наших предков. Я как занимаюсь этим и с моими предками я общаюсь и с Богом, значит этот камень очень хорошо помогает для людей. Этот костер, это все зажигается худоба, болезнь, колдослов все уходят в этой огне. А люди отсюда уходят здоровыми, живыми, радостными со своими семьями и со своими народами. Народная память сохранила множество легенд об этих местах. И все они называют этот огромный валун цыганским камнем. Но вот кто и когда его так назвал неизвестно. Кажется он был цыганским от начала времена. Я лечу, я очень хорошо лечу, все болезни. И мне помогает этот камень очень хорошо. потому что я занимаюсь своими предками. Невероятно, но кажется цыганка говорит нам о том, что этот камень посылает ей видение. Да, да, я связана с этим камнем, с моими предками. Как вот мои предки делали, бабушка, мать, так и я иду. Я чувствую связь с ними, я чувствую с ними, что они мне говорят. Представляете так? Мы уже слышали рассказ о камнях, которые посылают видение. Это было в доме у Сергея Зверева, исследователя, собравшего у себя в квартире целую коллекцию говорящих камней. И он тоже уверял, что его камни помогают в целительстве. Цыганка Тамара говорит о том же. Только ее камень взамен за помощь требует жертвоприношения. Да, мы кормим духа, призываем духа с молоком. Я прихожу, принесу все, что я варю в доме, что я делаю, пироги, все такое, как называется на совьяху, гибаница пасха, вино, там все такое, фрукты. Я приношу сюда, ставлю на это камень. Как люди ходят на кладбище, приносят, я вот к этому камню. Тамара и в этот раз принесла подношение духа. А в конце уверила нас, что сглаз и другую негативную энергию, которую она увидела на нашем корреспонденте, ей удалось убрать. Мы не можем ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Однако мы точно знаем другое. Тульские камни и в самом деле обладают особой силой. Мы убедились в этом, побывав у исследователя Сергея Зверева. Оказалось, что он собрал целую коллекцию уникальных камней. И каждый из них, подтверждая Сергей, отмечен особым знаком. Крыла, рукокрылые. Вот перед вами рукокрылые, лик, крыло. Здесь четко видно. А это развернуто крыло. Сейчас покажу, здесь петри женщина стоит на коленях. Петри это люди энергетические. Если посмотреть, здесь масса изображений. На многих камнях исследователя действительно проглядывают четкие изображения. Иногда сложно поверить в то, что найдено они были здесь, под Тулой. Вот здесь, к примеру, ясно видно изображение египетской царицы Нефертит. Но как такое может быть? Не успев ответить на этот вопрос, исследователь ошарашил нас новым заявлением. Оказывается, эти камни показывают ему некие картинки, дают так называемые видения. берешь камень днем появляются вечером появляются но сюжеты меняются начиная с Николая с Александра и кончаясь я сперва не могу показать Сталина если есть цветы как же показывать Сталина потом показывать немцев это уже отечественная война показывать бои ров бой с каждой минутой слова Сергея звучали все фантастично вскоре исследователь заметил что наша съемочная группа относится к его рассказу с недоверием тогда Зверев предложил он опытным путем готов доказать особую силу этих камней ведь помимо прочего они почти мгновенно способны воздействовать на здоровье человека простуду не убирает если есть желание есть давление давать померим сейчас возьмите камень и вы зафиксируете потому что я знаю что этот камень снимает давление в конце концов наш режиссер решился довериться Звереву и согласился измерить свое давление 134 на 8 8 134 на 8 ну чуть-чуть повышено вообще на самом деле у меня обычное давление пониженное у меня ниже нормы то есть для меня вот это давление высокое давай давай один камушек а тут я даже какой именно у меня же определенный глаз глаз а куда я должен в ладошку в ладошку правый да правый и смотри что чувствуешь по себе ощущения какие в голове будут нагревай его в общем сиди просто греешь не напрягай просто сидишь и просто посмотри как в себе того что произошло с нашим режиссером в следующие две минуты никто не ожидал уже через минуту он заявил что все это не шутка и с ним на самом деле начинают происходить необъяснимые процессы может быть это самовнушение конечно какое-то но я чувствую головокружение у меня сейчас ощущение что я не на диване сижу вот не на ровном а ну по крайней мере что этот диван движется куда-то в этот момент Сергей Зверев предложил нашим режиссеру взять в руки еще один камень а это что за камень тоже пирамида сильная пирамида руки горячие ну да да посмотри как ее правильно держать так вот возьми ну как тебе удобно да как удобно держи съемочная группа напряженно наблюдала за действиями исследователя однако похоже что на нашего режиссера оказывали странное влияние именно загадочные камни еще через минуту Зверев предложил измерить давление повторно 127 на 89 а было 134 кстати он приезжал побольше она тебе до 120 билла бы она в норме держали на самом деле минут 5 у нас же 10-15 минут держался и так это кажется невероятным однако мы действительно стали свидетелями загадочного явления за несколько минут странные камни помогли нашему режиссеру существенно понизить давление это дух это бабло лекарства не надо раз и все мне кажется не надо Сергея Зверева многие считают чуть ли не колдуном однако в Турской области такие как он всегда пользовались особым уважением и почитанием в поселении что всего в нескольких километрах от Туры нам рассказали невероятную историю в 1896 году то есть получается уже больше 100 лет назад учитель из села Протаса по фамилии Огородничий за ним мог что заболевание неизвестно но приболел сильно капитально и как и положено отправился к фельдшеру фельдшер осмотрел сказал ничем помочь не могу Огородничий отправился к колдуну Мирон его звали пришел рассказал суть вопроса колдун говорит ты не возражаешь если тебе мертвый поможет Огородничий видимо согласился через некоторое время применяя терапию Мирона почувствовал улучшение взял какой-то подарочек собрал и пошел к нему отблагодарить и встречает сельского батюшку батюшка интересуется куда ты товарищ Огородничий идешь он говорит вдруг Мирона батюшка испуганно крестится говорит ты что не знаешь он уже умер как раз 40 дней назад то есть фактически получается что товарищ Огородничий то есть учителя простите исцелял ну уже человек пребывающий в мире нам удалось узнать исцелял Мирон тоже камнями и снова все нити приводят нас к загадочным тульским камням мы решили нанести на карту таинственные каменоломни где мы видели колдовские знаки цыганский камень и местонахождение других камней невероятно но все это действительно похоже на единую систему однако в ней явно не хватает еще одной точки внимательно изучив карты мы обнаружили что именно в этом месте когда-то стояла деревня ведьмина и наша съемочная группа решила отправиться именно туда когда-то здесь была большая деревня но сегодня гораздо больше заброшенных из недалеко от деревни почти без удивления мы нашли огромный валун и повсюду на камне были разбросаны его жертвы судя по всему здесь также проводились колдовские ритуалы а значит мы приехали куда-куда нужно и все точки на карте действительно сошлись в одну систему но как доказать что это не просто случайных совпадений что все найденные нами точки на самом деле связаны и связаны скорее всего подземными штреками закрытых каменоломий но ведь сейчас у нас нет возможности досконально изучить бесконечные темные лабиринты многие из них не пролазны другие просто завалены взорваны однако есть способ отследить направление древних тоннелей не спускаясь под землю и для этого мы пригласили специалистов геологов это оборудование специально предназначено для того чтобы смотреть сквозь землю на глубину в несколько десятков метров если здесь под нами действительно есть пустоты темных переходов мы обязательно об этом узнаем сейчас мы идем с вами по геофизическому профилю который располагается приблизительно в крест предполагаемых подземных пустот каменоломий у нас находится в той стороне а камень у нас находится здесь поэтому когда мы сейчас пройдем по профилю у нас предполагаемые пустоты появятся на радарограмме который уже после обработки мы можем сказать более точное расположение всех этих пустот поскольку сканируя пространство мы могли опираться только на собственное предположение мы рассчитывали что на поиск предполагаемых пустот может уйти не один час нашего времени однако к общему удивлению первые результаты геологи получили уже в течение первых 30 минут так вот сейчас как раз мы прошли в районе предполагаемой одной пустоты которая полагается где-то метров на 5-7 однако геологи предложили продолжить работу ну да нет просто их много надо посмотреть распространение всех этих подземных ходов как они идут в плане будут чтобы потому что он здесь может здесь идти потом повернуть куда-то в сторону потом еще куда-то дальнейшее сканирование показало скорее всего подземные пустоты на самом деле проложены от каменоломен именно в направлении этого камня а значит и в направлении других камней сейчас мы на георазаре обнаружили пустоту это возможно является одним из подземных ходов который идет от каменоломен к камню похоже мы оказались правы и все же что же это за камни откуда они черпают свою силу и почему местные жители так почитают эти огромные валуны мы находимся в самой южной части Тульской области в Ефремовском районе и находимся около интересного объекта этот камень называется конь-камень известно первые сведения печатаны об этом камне появляются в 1499 году когда царское посольство во главе с Голохвастовым отправлялось куда-то в жаркие страны и в этом вот месте посольство укладывалось сюда вот здесь вот до красивой мечей прямо вот под берегом невероятно оказывается этот камень известен своими магическими свойствами вот уже более пяти столетий а возможно и с еще более древних времен название конь-камень очень древнее и поскольку из материала из которого сложен этот камень довольно малоустойчивый он постепенно разрушается то видимо в старину действительно напоминал нам то ли голову коня то ли его тело странная порода из которой состоит камень первоначально вызывало предположение что огромный валун был принесен сюда когда-то последним ледником однако эта теория не выдержала критики было два оледенения самое последнее валдайское которое в принципе сюда до этих мест не дошло и днепровское днепровское оледенение не здесь было но из-за того что материал этого камня форцеватый песчаник не очень прочный то днепровского оледенения он давно бы уже разрушился поэтому этой версии так сказать что его принес ледник не проходит этот камень для ученых явил собой гораздо больше загадок чем можно было бы предположить вот если вы обратите внимание что конь камень стоит на ножках на трех в лунах поэтому отсюда возникла и другая версия искусственного происхождения этого мегалита что якобы древние люди или великаны поставили на его на этих ножках как например его еще называют тульский стонхейдж и здесь наверху у этого камня еще имеется треугольный борозд который направлен на юго-восток направление вот этой бороздки совпадает с днем зимнего солнцестояния то есть солнце восходит как раз вот в той стороне на юго-востоке самый длинный день года есть еще одна казалось бы самая невероятная легенда о том что здесь веселились люди на этом холме водили хороводы и этим самым вызвали гнев волов и они превратили их камни вот здесь они вокруг эти камни и раскиданы будто это окаменевшие люди души проклятых навсегда остались заточенными в мертвые камни и эти души наполнили камни силой силой являть живым картины и образы убивать или исцелять с помощью копившейся веками энергии может быть и когда боги покарали темные силы которые здесь развелись и расплодились эта странная древняя легенда на самом деле легко объясняет все загадочные явления что мы наблюдали в Тульской области камни со злобленными за века душами проклятых наполняют людей черными мыслями заставляют приносить жертвы показывают живым картины прошлого доказывая свои удивительные свойства другие жизни камни наполненные раскаившимися душами и светлой энергией могут исцелять помогать в болезнях душевных или физических с древности жившие здесь племена чувствовали силу этих могучих валунов и объединили их в систему которую сегодня можно проследить с помощью подземных лыбинок но чтобы узнать какой камень служит добру а какой злу недостаточно увидеть карта распознать врага или друга в безмолвном камне можно лишь доверившись своему шестому чувству лишь поверив то что странные ощущения и видения которые приходят в этих местах не бред и не галлюцинация может тогда нам откроются и другие секреты нашей таинственной России ведь истина часто ближе чем нам кажется не галлюцинация не галлюцинация не галлюцинация не галлюцинация не галлюцинация не галлюцинация